И в этом случае стране грозит затяжной внутриполитический кризис с митингами, переходами различных подразделений силовых структур на сторону народа, где бы эта сторона не находилась, и прочими прелестями майданной политики, которой Армения склонна не меньше, чем Украина. На Ближнем Востоке, похоже, грядут большие перемены. Показательно то, что Байден решил говорить именно с действующим королем, а не с наследным принцем, который реально руководит государством. Продажный коррупционер, получавший финансирование от кровавого деспотичного диктатора, получил реальный тюремный срок. Звучит, как исполнение мечты украинских национал-либералов об осуждении Виктора Януковича, не правда ли? А вот верность слову данному уважаемым людям едва ли не главный залог того, чтобы оставаться на плаву. Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире «Международная панорама» и я, Данил Богатырев. После осеннего военного поражения в Нагорном Карабахе Армению продолжает лихорадить. 25 февраля политический кризис в стране зашел на очередной виток, когда офицеры генерального штаба подписали коллективное письмо, в котором призвали премьера Никола Пашиняна уйти в отставку. Сам Пашинян обвинил военных в попытке государственного переворота и издал указ об увольнении начальника генштаба Оника Гаспаряна. По словам Пашиняна, цитата, «Некоторые попытались втянуть армию в антигосударственный процесс. Заявление главного штаба ВС Армении – это попытка военного переворота, и народ не позволит этого. Мой приказ всем офицерам, генералам ВС – занимайтесь вашим делом, защитой границ и территориальной целостности Армении. Никто не может ослушаться моего приказа». Впрочем, президент Армении Армен Саркисян пока не спешит подписывать указ премьера об увольнении начальника генштаба, несмотря на то, что к моменту записи этой передачи Пашинян издал его повторно. Строго говоря, политическая нестабильность в стране продолжается с 2018 года, когда в результате уличных протестов к власти пришел нынешний премьер, представляющий либеральные политические силы, ориентированные на армянскую диаспору во Франции. Его основными оппонентами являются представители так называемого «карабахского клана». Выходцы из Карабаха отличились в конфликте с Азербайджаном в начале 90-х и без малого 30 лет составляли основу военной, политической и экономической элиты Армении. Представители этой группы традиционно лояльной России лишились своих позиций в результате аппаратных чисток Пашиняна в последние годы. Вооруженный конфликт осенью прошлого года привел к разгрому Армении, утрате ею большей части территории Карабаха и дополнительно ослабил позиции карабахского клана. С ноября в стране продолжаются протесты оппозиции, требующие отставки Пашиняна. В частности, его обвиняют в сознательном поражении и предательстве национальных интересов. Нынешний виток кризиса начался с того, что 24 февраля заместитель главы генштаба Тиран Хачатрян рассмеялся над словами Пашиняна относительно неработоспособности российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», за что был немедленно отправлен в отставку. В ответ генштаб выпустил то самое специальное заявление, в котором выразил протест из-за отставки Хачатряна, заявил, что правительство более не способно принимать адекватные решения в кризисных условиях и потребовал отставки Пашиняна. Документ подписали руководители генштаба, главы всех его управлений и командиры основных воинских соединений. В ответ Пашинян отправил в отставку главу генштаба Оника Гаспаряна, приказал министру обороны представить кандидатуры новых командующих армии и призвал своих сторонников выходить на улицы. Однако лишь относительно небольшое количество сторонников Пашиняна вышло на митинги в его поддержку. Генштаб второй раз потребовал отставки премьер-министра, к которому присоединились левая оппозиционная партия Дашнак Цутюн, а в правоцентристской партии «Процветающая Армения» заявили, что пока у Пашиняна остается возможность уйти с поста политическим путем. Бывший президент Роберт Кочарян, один из лидеров карабахского клана, призвал граждан сплотиться вокруг армии. Внешние силы по-разному отреагировали на происходящее в Армении. Руководство России, в частности, президент, министр обороны и министр иностранных дел в разговорах со своими армянскими коллегами назвали происходящее внутренним делом страны и высказались за урегулирование ситуации в правовом поле. В свою очередь Турция решительно осудила антипашиняновские выступления. Учитывая крайне негативные отношения Армении с Турцией, заявления турецкого руководства о поддержке Пашиняна играют скорее против него, чем за. В настоящее время в стране продолжаются уличные демонстрации сторонников и противников действующей власти и, по всей видимости, ситуация зашла в тупик. У партии Пашиняна «Мой шаг» 62% мест в парламенте, а потому лишь голосами оппозиции отправить его в отставку не получится. Давление армии и улицы премьер-министр уже выдержал в ноябре, когда сразу после подписания перемирия, зафиксировавшего утрату Ереваном контроля над Карабахом, оппозиция также требовала его отставки. 1 марта глава оппозиционной парламентской фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян призвал Никола Пашиняна отказаться от идеи уволить начальника главного штаба ВС Аника Гаспаряна, предложив сделку по внеочередным парламентским выборам. Цитата. «Я предлагаю премьер-министру в понедельник отозвать из администрации президента свое предложение об увольнении начальника ГШВС. В ответ мы готовы подписать с премьером любой документ о том, что в случае его отставки и назначения внеочередных парламентских выборов не выдвинем и не поддержим какую-либо кандидатуру на этот пост». Пашинян на это предложение не согласился. Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что возможны два сценария развития политической обстановки в Армении. Либо власти и оппозиция найдут некий компромиссный сценарий, предусматривающий проведение досрочных выборов и гарантии безопасности Пашиняна, либо последний упрется, откажется уходить, и в этом случае стране грозит затяжной внутриполитический кризис с митингами, переходами различных подразделений силовых структур на сторону народа, где бы эта сторона ни находилась, и прочими прелестями майданной политики, которой Армения склонна не меньше, чем Украина. Происходящее в Армении проанализируем с политологом Сергеем Белашко. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Ну вот мы с вами не так давно общались, собственно, уже о том, что происходит в Армении, а именно о новых волнениях, о требованиях отставки Никола Пашиняна и тому подобных вещах. Но с тех пор уже произошли кое-какие изменения, а именно лидеры определенных оппозиционных партий стали выдвигать Пашиняну предложения различного рода по досрочным парламентским выборам, по объявлению этих выборов. Но Пашинян на них не соглашается. В чем состоит на сегодняшний день его сила, за счет чего он удерживается у власти? Хотя, казалось бы, еще в ноябре его положение было достаточно безнадежным после поражения в Карабахе. Ну, во-первых, Пашинян не отказывается от идеи выборов. Он, наоборот, заявляет, что согласен, готов идти на выборы, готов на конституционную реформу. И он, наоборот, подчеркивает о том, что любые какие-то изменения власти возможны только по результатам выборов. Не по результатам каких-то акций протеста, а по результатам выборов. Почему Пашинян не ушел? Ну, как бы потому, что Пашинян получил определенный карт-бланш от Владимира Путина, который неоднократно говорил о том, что власть должна меняться исключительно по результатам выборов, а не под давлением улицы. Ну и, собственно, еще один важный фактор – это внутренняя позиция Пашиняну в Армении является достаточно слабой. И фактически она представляет собой два течения. То есть одно течение – это бывшие, да, что называется, это республиканская партия Армении. И второе, значит, движение такое позиционное – это, условно говоря, будущее. То есть это партия процветающая Армении, которая представлена в парламенте, но которая не имеет какой-то серьезной, ну, не имеет еще ни политического веса, ни какого-то достаточного числа мобилизованных сторонников для того, чтобы менять самостоятельно власть. Поэтому, собственно, вот Армения так вот сейчас находится там между прошлым и будущим, я бы так сказал. Сергей, президент Армении отказывается подписывать указ Пашиняна об увольнении начальника генерального штаба. Вот чем эта вся история закончится, хотя Пашинян на самом деле два раза уже соответствующий указ издавал. В чем здесь интрига и будет ли заменено руководство вооруженными силами Армении в ближайшее время? Ну, интриги тут никакой нету. То есть по закону, если не президент, не контр-сигнует, не подписывает этот указ, то через несколько дней эта ставка происходит процедурным порядком, что называют. Насколько я понимаю, у Пашиняна есть свой кандидат на главу генерального штаба. Это начальник главного управления разведки, который является заместителем главы генштаба в звании генерал-майора. С ним уже были консультации на эту тему у министра обороны. И он входит в число тех генералов, которые не подписали это обращение Аника Гаспориана, руководителя действующего генштаба и других армянских, так сказать, полководцев, с требованием отставки премьер-министра и всего правительства. Но не получится ли так в итоге, что после увольнения начальника генштаба протесты усилятся под лозунгами «Не сдадим нашу армию» или что-то в этом духе? Ну, по сути-то, дело армия была сдана уже давно. И, собственно, как мы видели в период войны, армия была во многом брошена на произвол судьбы, что называется. Ну, брошена все-таки политическими властями, то есть в первую очередь Пашинянам. И именно потому против него и протестуют сейчас. Ну, не надо сводить армянский политический класс к Пашиняну. То есть там приложили свою руку многие. И тот же Царукян, который создавал свое ополчение, которого никто нигде не увидел в эпохе ни на одном фронте. И Дашнаки, которые вели какую-то свою параллельную деятельность и грозили всем, значит, партизанской войной там и чуть ли не штурмом Баку. В результате тоже ничего мы этого не увидели. То есть тут это системная проблема, которая не сводится к одному человеку. Понятно, конечно, что людям, которые хотят от власти отстранить Пашиняна и все, да, им удобно приводить вот эти примеры о том, что, значит, рецитировать классиков о том, что Баран в Агладе Львов, значит, он приведет все равно этих Львов к поражению и так дальше. Но это все лирика. На самом деле, то есть, ну, смотрите, я был в Армении, там, объездил всю Армению за пару лет, да, до начала этой войны. И я видел, собственно, в каком состоянии находится армянская армия, это видно не вооруженным глазом, да. То есть это вот молодые ребята 18-20 лет, которые в такой, фактически, в советской форме, которая, ну, такая вот мешковатая, пошитая из дешевой ткани и так дальше. И руководят ими, значит, там, какие-то пузатые дядьки с выпалкой рыночных торговцев. Вот. При этом, ну, то есть на дорогах, да, там много военной техники, но это техника там советского образца, какая-то ржавая, перекрашенная и так дальше. То есть очевидно, что воевать с такой армией весьма проблематично. И, ну, как бы, я не специалист в военном деле, мне вот как, там, путешественнику, да, что называется из окна автомобиля, было видно, что эта армия, очевидно, не готова к серьезной войне. Возвращаясь к тому, с чего мы, в общем-то, начинали, то есть к теме выборов, есть ли какие-то прогнозы, возможно, о сроках вероятных досрочных выборов? Или пока еще говорить об этом рано в Армении? Ну, об этом можно будет говорить, когда оппозиция поймет, кто и с чем будет идти на эти выборы. То есть пока что еще не ясно. Проблема в том, что республиканская партия не имеет избирателей на сегодняшний момент. То есть люди, ну, как бы, они настолько достали за десятилетия своего правления, что, ну, как бы, не случайно появился над Пашинян. Да, армяне уже готовы были хоть кого-то, только не видеть вот этих, как бы, так сказать, постыных чиновничьих рожь. Ну, такие реалии, да, к сожалению. Что касается вот этих новых партий, да, которые созданы были одновременно с Пашиняновской партией Мойшак, они не набрали какой-то еще серьезной популярности, что называется, не раскрутились, да. Их не являются какими-то явно выраженными харизматиками, да. У них существуют определенные проблемы с информацией и пропагандой, потому что в журналистской среде достаточно много все-таки сторонников Пашиняна. Вот. И с этим тоже приходится считаться. То есть для того, чтобы вывести людей на улицы, это же не просто надо сказать, что смотрите, вот Пашинян-Баран, а мы защищаем наших тигров-генералов. Ну, так это не работает. Для этого нужна очень серьезная мобилизационная работа. Через СМИ, через партийные структуры, которые должны быть в каждой деревне и так дальше. Это все, ну, как бы, нужна либо некая вспышка пассионарности, либо тяжелая, кропотливая работа на протяжении многих лет. Ни того, ни другого сейчас в Армении не наблюдается. То есть общество армянское подавлено, да, вот, ну, как бы, люди находятся в фрустрации. Они ожидали, что сейчас вот тут власть обновится, значит, станет новой, чистой, будет на всех порах интегрироваться одновременно и с Россией, и с Европой, значит, создаст очень быстро самую современную армию, там, и все, значит, зацветет, и жить станет лучше, жить станет веселее. В результате получили некомпетентных каких-то малолеток на ключевые государственные должности, а болезненное военное поражение, утрату территории, ну, и национальный позор, да, вот такая история. Спасибо вам за беседу, Сергей. В гостях у Международной Панорамы был политолог Сергей Бевашко. Ну, а на Ближнем Востоке, похоже, грядут большие перемены. На этой неделе стало известно, что администрация президента США Джо Байдена пересматривает отношения с руководством Саудовской Аравии. Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что американский лидер будет работать напрямую с королем Саудовской Аравии Салманом Ибн Абдель Азизом, а не с наследным принцем Мухаммедом бин Сальманом, как это было во времена президентства Дональда Трампа. Смена курса США в отношении Саудовской Аравии является продолжением политики перезагрузки отношений между двумя странами. Ранее Вашингтон приостановил сделку по поставкам оружия, которую Рияд подписал с администрацией Дональда Трампа. Новая администрация США считает, что партнерские отношения с наследным принцем бин Сальманом это дипломатический вызов, противоречащий обещаниям о прогрессе в области прав человека и продвижению интересов США во всем мире, так как наследный принц несет ответственность за войну в Йемене и убийство журналиста Джамала Хашогги. 25 февраля стало известно, что США собираются опубликовать доклад ЦРУ о расследовании убийства Хашогги, в котором затронуто участие наследного принца бин Сальмана в этой истории. 26 февраля отчет разведки был опубликован. В нем наследный принц прямо обвиняется в причастности к убийству журналиста. Если кто забыл, Джамала Хашогги убили в Саудовском консульстве в Турции, после чего расчленили его тело и планировали скрыть следы преступления. Иными словами, имело место политическое убийство, выполненное с особым цинизмом. Вслед за публикацией доклада ЦРУ Джо Байден ввел санкции против 76 граждан Саудовской Аравии. При этом Вашингтон решил отказаться от жестких мер в отношении наследного принца Мухаммеда бин Сальмана, которого обвиняют в организации расправы над журналистом. Утром 26 февраля президент Байден и король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз обсудили по телефону состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Показательно то, что Байден решил говорить именно с действующим королем, а не с наследным принцем, который реально руководит государством. Данное обстоятельство, как и публикация вышеупомянутого доклада, является следствием нового подхода США к взаимоотношениям с Саудовской Аравией, который заключается в том, чтобы свести на нет контакты с токсичным принцем, вместо этого сосредоточившись на взаимодействии с королем. Газета «Курьер» на этой неделе раскрыла подробности нового подхода администрации Байдена к своим отношениям с Саудовской Аравией. Как пишет издание, новая администрация США не будет работать с лицами, причастными к преступлениям против человечности и военным преступлениям в соответствии с обещаниями, которые дал Джо Байден во время своей предвыборной кампании. Кроме того, она подталкивает власти Саудовской Аравии к прогрессу в области защиты прав человека, намекая, что это благотворно повлияет на отношения двух стран на следующем этапе. С другой стороны, новая американская администрация выражает абсолютную поддержку Саудовской Аравии в ее стремлении противостоять иранскому влиянию в регионе. Это говорит о том, что страны будут придерживаться выбранной позиции настолько, насколько это возможно, в свете общих интересов, даже если у них возникнут разногласия по каким-либо вопросам. Из вышеизложенного следует, что во время президентской каденции Байдена в Саудовской Аравии может существенно измениться внутриполитическая расстановка сил. Решение основного стратегического союзника королевства прекратить сотрудничество с наследным принцем Бин Сальманом способно лишить его лидирующей позиции в определении внешней и внутренней политики страны, а также борьбе за престолы наследия. Кто придет на его место и какой кровью обернется этот приход, ведь Бин Сальман сторонник жестких методов и просто так власть не отдаст, пока непонятно. Однако вероятность подобного развития событий после вышеописанных заявлений американской администрации существенно увеличилась. Взаимоотношения Соединенных Штатов с Саудовской Аравией проанализируем с основателем портала «Дипломатические комментарии» Ауракхам Рамданом. Здравствуйте! Здравствуйте, господин Дамиль! Ну вот мы видели все публикацию доклада ЦРУ о том, что в деле убийства Хашоги или Хашогджи, как его правильнее называть, замешан наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман. Соответственно, Штаты заявляют о том, что больше дел с бин Сальманом они вести не будут. Меня интересует вот какой вопрос. Как все это отразится на внутренней политике Саудовской Аравии? Ведь мы понимаем, что если основной союзник королевства, а именно Соединенные Штаты, так отказывается сотрудничать с наследным принцем, то это может привести к тому, что за место наследного принца развернется настоящая борьба. И с учетом жестоких нравов саудовской политики эта борьба может быть и кровавой. А вот как вы считаете, что вы думаете по этому поводу? Да, вы правильно рассуждаете в правильном направлении. Действительно, характер природорежима или правящего класса Саудской Аравии может привести к каким-то кровавым последствиям. Дело в том, что Саудская Аравия остается важным партнером и союзником для США в регионе. Это константа геополитики. Об этом никто не откажет в этом направлении. Но внутренняя борьба, внутриполитическая, она усилится. Дело в том, что Мухаммад бен Сальман, наследний принц Саудской Аравии, стал нежелательным в силу тех обстоятельств, поскольку его обвиняют в убийстве Хашукжи. Есть доказательства. Это одно. С другой стороны, Соединенные Штаты Америки понимают, что в данный момент отстранить Мухаммада бен Сальмана может воспользоваться своим влиянием, потому что у него большое влияние сейчас в Саудской Аравии. И даже может идти дальше, может даже идти на ликвидацию своего отца для того, чтобы стать королем. Тогда не останется ничего другого, как принять этот факт, совершить этот факт и стать королем. Поэтому в этом плане они будут планомерно договариваться за кулисами с его оппонентами. именно, кстати, тех, которые он посадил когда-то в Карлтон, в той гостинице, когда он отжал у них активы, именно с этой частью его двоеродных родственников, двоеродных брат и родственников сейчас ведется очень активная консультация для того, чтобы как-то его заменить. это будет не сейчас, это будет делаться поэтапно. Есть много вариантов. Первый вариант предложить ему какой-то пост важный внутри иерархии правления, дать ему какой-то пост для того, чтобы он успокоился. Если он будет дальше заниматься интригами перед США и перед службами США значит его просто устранить физически. Это как сделать. История показывает, есть много примеров, когда США вмешиваются и решают эти вопросы чисто ворисотехническом. Вот этот результат, кстати, этот сценарий рассматривается экспертами и заинтересованными кругами в регионе и в США. Господин Рамдан, а вот какую роль в этой ситуации, в этой истории может сыграть Британия? Ведь мы знаем, что влияние Лондона на Ближнем Востоке оно также великое и в особенности в монархиях Персидского залива и в Саудовской Аравии в том числе. Что думают британцы по поводу Мухаммеда бен Сальмана, по поводу того, кто должен управлять в Саудовской Аравии и так далее? Согласны ли они с позицией администрации Байдена? Британцы вне другого выхода, как идти навстречу Байдену. Почему? Потому что проблема Мухаммеда бен Сальмана, она не только находится в скажем в сегменте Вашингтона, Лондона. Мухаммед бен Сальман стал токсичным и в Европейском Союзе, и вреди арабских стран, в том числе среди тех стран, которые являются потенциальными союзниками как для Британии, так и для США. Поэтому он токсичен и он не может уже сыграть ту роль, которой стоит Великий Британик подтяжиться или, как говорится, заступаться за него. Он уже вне геополитической игры, просто надо технически его устранить, для того, чтобы дать возможность США заниматься дальше своими интересами. Поэтому в этом плане можно сказать, что Мухаммед бен Сальман это уже вчерашний день, потому что он уже стал персоной Минонграда в моральном плане. Потому что если его дальше будут продвигать, не исключено, что народ или масса в королевстве, сейчас мы это слышим явно, могут быть какие-то пути или могут быть какие-то революции. В этом плане надо его вопрос решать основательно и заменить его каким-то другим другим фигурой. Мухаммед бен Наев, есть его брат Халид бен Сальман. Они, кстати, вот эти фигуры или эти кандидатуры уже рассматриваются в системе координат США. Сейчас американцы говорят о том, что они будут вести дела со старым королем, то есть с Салманом Абдель-Азизом. А насколько вообще он способен сейчас управлять в Саудовской Аравии и влиять на принятие ключевых внешних и внутриполитических решений? Ведь, насколько я понимаю, он уже весьма стар и фактически в последние годы принц Мухаммед бен Сальман его отстранил от власти? Ну, то есть, как, королем он остается формально, но ничего не решает. Насколько король реально может поменять сейчас наследного принца? Или это невозможно, это будет решаться каким-то иным путем? Вы только ответили на собственный вопрос. Господин или король Сальман, он стар, он не может управлять королевством, и поэтому в этом плане США и другие, которые влияют, имеется в виду спецслужбы, в том числе, они сейчас плотно работают в Ариаде, и, скорее всего, найдут альтернативу для Мухаммеда и Бен Сальмана. Но перед этим они должны, говорится, защитить даже короля от своего сына, который есть даже сценарий, что он, как я сказал ранее, что он может даже ликвидировать собственного отца. Почему? Потому что психология Мухаммеда и Бен Сальмана очень такой импульсивный и непересказуемый. Поэтому в этом плане надо решать вопрос очень тонко и говорится с размахом для того, чтобы господин или король выдал какой-то указ королевский о замене Мухаммеда и Бен Сальмана хотя бы на его брата Халида и Бен Сальмана, который, кстати, был послом королевства в США. Поэтому и с ним уже работали. Он уже знаком, известен американской администрации. Вот если Мухаммеда и Бен Сальмана удастся все-таки заменить, как может измениться политика Саудовской Аравии в регионе? То есть прекратится ли война в Йемене, например, и будут ли Саудиты более активно или менее активно действовать против иранских прокси? Дело в том, что вопрос Йемена уже решен. Байден уже сказал, что война будет прекращена. Соединенные Штаты Америки прекратят дать оружие, летальное оружие королевству. И мы увидим, что США будет уже договариваться и усиливать влияние Ирана в регионе, для того, чтобы дальше, я бы сказал так, не шантажировать, а дальше давить на королевство в плане уступок и получения каких-то какой-то прибыль материальный и уступок. Поэтому мы допускаем, не допускаем, а видим, что ядерное соглашение будет возобновлено в ближайшее время, а роль королевства будет уменьшаться и полностью королевство станет верным вассалом США. Естественно, тут будет усиливаться другая сторона, это Объединение Арабской Эмираты, которые являются важным стратегическим партнером для Израиля. В этом плане мы увидим, что Кирин будет в сторону Объединения Арабской Эмираты. Ну что ж, в качестве резюме нашей беседы наверное скажу такую фразу, что мы стоим на пороге больших изменений на Ближнем Востоке. Действительно, масштабных политических изменений. Благодарю вас, господин Рамдан. В гостях у Международной Панорамы был Аурак Рамдан, автор портала Дипломатические комментарии. Еще одной громкой новостью этой недели стало то, что Дональд Трамп остается в политике и отнюдь не на вторых ролях. 28 февраля экс-президент США обратился к своим приверженцам с трибуны конференции консервативных политических действий CPAC в Орландо, штат Флорида. На конференцию съехались сотни убежденных республиканцев. Это было первое крупное выступление Дональда Трампа после окончания его полномочий 20 января. Удалось оно, что называется, на славу. Главные месседжи экс-президента вкратце можно описать так. Победу на выборах 2020 года у него украли, политика администрации Байдена вредна для американских национальных интересов, особенно политика в сфере миграции, республиканская партия становится партией Трампа и его сторонников, не исключено, что в 2024 году Трамп поборется за президентское кресло. На последних двух тезисах стоит остановиться и разобрать их подробнее. После того, как победителем выборов был объявлен Джо Байден, американские либералы и демократы усиленно разгоняли в своих СМИ тезис о том, что Дональд Трамп может создать новую партию и попытаться сохранить присутствие в политике в качестве ее лидера. Еще тогда мы говорили, что это маловероятный сценарий, так как, имея поддержку более 75% республиканцев, Трампу проще сделать республиканскую партию своей, чем создавать новую политическую силу. Это утверждение становится еще более актуальным, если учесть, что так называемые малые партии в США имеют маргинальный статус и представлены в законодательных собраниях только на уровне штатов, в то время как большая политика целиком и полностью остается за демократами и республиканцами. Понимая это и осознавая свою поддержку среди республиканцев, на конференции консервативных сил Трамп заявил, цитата, «Мы не создаем новых партий и не будем разделять нашу мощь и нашу силу. Вместо этого мы будем едиными и сильными, как никогда раньше». Таким образом он дал понять внутрипартийной оппозиции в лице так называемых неоконов, тяготеющих к демократам, что не намерен отдавать партию им на откуп. Еще один важный тезис Трампа прозвучал дословно так «Кто знает, может я решу победить их в третий раз». Здесь он имел в виду свою победу на выборах в 2016 году, а также в 2020. Трамп убежден, что несмотря на официальные итоги, лидером гонки все же стал он, но демократы фальсифицировали выборы. По сути же, это заявление заявка на возможное участие в президентской гонке 2024 года. После таких заявлений неудивительно, что мировые СМИ стали писать о полной трампизации республиканской партии. Например, катарское издание Аль-Джазира опубликовало статью под названием «Про-трамповские республиканцы доминируют на консервативной конференции». Таким образом, наш прогноз о том, что после прошедших выборов Дональд Трамп останется одним из первых лиц в республиканской партии, полностью оправдался. Удержать авторитет, находясь в оппозиции, ему будет несложно. Инициативы демократической администрации Байдена с ее пропагандой гомосексуализма, потаканием нелегальной миграции и форменным бесноватым паразитизмом на так называемой экологической повестке волей-неволей будут обращать все больше нормальных законопослушных американцев в ряды консерваторов. Это дает республиканцам неплохой шанс взять реванш во время промежуточных выборов в Конгресс через два года и президентских выборах через четыре. Тем временем, западные страны продолжают вводить санкции против России. 2 марта стало известно, что Евросоюз расширил санкции в отношении граждан России, которые, по мнению сообщества, ответственны за обвинительный приговор оппозиционному блогеру Алексею Навальному. В санкционный список ЕС включены генпрокурор Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и командующий Росгвардией Виктор Золотов. В тот же день стало известно, что США вводят санкции против семи должностных лиц российского правительства из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Также Соединенные Штаты ужесточили ограничения на экспорт в Россию путем внесения в черный список 14 компаний и организаций. Среди них 9 российских, 3 из ФРГ и 1 из Швейцарии. Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал решение Евросоюза обведения санкций противоофициальных лиц РФ недопустимым приемом в международных отношениях, за которым последует ответ с российской стороны. Российские чиновники не исключают, что ответ на западные санкции может быть асимметричным. Однако, глядя на новые ограничения, введенные ЕС и США, нельзя отделаться от мысли о том, что вводятся они для галочки. Персональные санкции против 4-х силовиков, которые и так в Европу не ездят, и 7-ми частных лиц, согласитесь, как-то слабовато, как для решительного удара по тирании за ущемление политических свобод. Вероятно, на Западе боятся жесткими санкциями подтолкнуть Россию к более тесному сотрудничеству с Китаем, в котором там видят основного геополитического конкурента. Кстати, МИД Китая выступил с заявлением, что дело Навального это внутреннее дело России, и внешнее вмешательство в него недопустимо. «Мы уже неоднократно заявляли о позиции Китая. Дело Навального является исключительно внутренним делом России, внешние силы не имеют никакого права вмешиваться», заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Как видим, кроме выражения серьезной обеспокоенности и введения малоэффективных персональных санкций, у коллективного Запада не осталось рычагов давления на Россию. Собственно, о том, что именно этим санкционная эпопея и закончится, знающие люди говорили давно. И вот прогнозы сбываются. Продажный коррупционер, получавший финансирование от кровавого деспотичного диктатора, получил реальный тюремный срок. Звучит, как исполнение мечты украинских национал-либералов об осуждении Виктора Януковича, не правда ли? Но на самом деле речь идет об экс-президенте Франции Николе Саркази. Французский суд в понедельник приговорил бывшего президента к трем годам тюремного заключения за коррупцию и злоупотребление служебными полномочиями. Два из них он будет отбывать условно. Бывший президент, занимавший свой пост с 2007 по 2012 годы, был признан виновным в попытке незаконного получения информации от старшего суди в 2014 году о продолжающемся расследовании финансирования его избирательной кампании. 66-летний Саркази первый президент, приговоренный к тюремному заключению в современной истории Франции. Тем не менее, сидеть он все же не будет. По разрешению суда год заключения он будет отбывать, находясь под домашним арестом. Будучи политологом, я могу с уверенностью сказать, что когда с политиком высшего эшелона в любой стране происходит нечто подобное, это всегда значит, что он нарушил некие внутриэлитные договоренности. Право в политике всегда вторично, а вот верность слову данному уважаемым людям едва ли не главный залог того, чтобы оставаться на плаву. Вне всякого сомнения, прецедент осуждения одного из предшественников нынешней президента Мануэль Макрон использует для попытки поднять собственный рейтинг, просевший из-за недовольства социальной обстановкой в стране. А на этом наша передача подошла к концу. С вами была Международная Панорама и я Данил Богатырев. До новых встреч на канале КРТ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok